Пока великий князь проводил время с мамками да няньками, государством управляли бояре. Иван Васильевич унаследовал престол в три года после внезапной смерти отца. При князе-младенце был создан особый регенский совет из нескольких ближайших бояр во главе с его матерью. И до самого совершеннолетия великому князю предстояло быть послушной куклой в их руках. Русская знать считала себя коллективным хозяином страны. Аристократы обладали обширными водчинами, наследственными земельными владениями, с которых получали огромные доходы. И каждый из них мог собрать и вооружить собственное войско. Высшие вельможи получали чин боярина. Они должны были служить в войске великого князя, управлять городами и государственными учреждениями. Боярское звание давало право присутствовать на заседаниях в Боярской думе, Государственном совете при великом князе. Младенец Иван и его мать, вдовствующая великая княгиня Елена Глинская, оказались идеальной ширмой для боярского правления. Вокруг трона закипела борьба за власть трех аристократических кланов князей Бельских, Глинских и Шуйских. В 1538 году княгиня Елена внезапно умерла. Возможно, была отравлена. На вершине оказались князья Шуйские. Осиротевшие дети Иван и его младший брат Юрий оказались во власти алчных вельмож, которые чувствовали себя полными хозяевами и дворца, и казны, и жизни самого великого князя. Страхи и унижения своего горького детства Иван запомнил на всю жизнь. Бывало, играем в детские игры, а князь Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет. Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Воспитанием и образованием великого князя никто не занимался. С его желаниями и чувствами не считались. Когда Ивану было 13 лет в его присутствии, прямо на заседании Боярской думы арестовали его любимца, князя Федора Воронцова, за то, что государь его жалует и бережет. Нашего боярина обесчестили, оборвали на нем одежду и хотели убить. Тогда мы послали к ним митрополита Макария передать, чтобы не убивали. Митрополита толкали и разорвали на нем мантию, а бояр пихали в зашеи. Иван не выдержал. Вместе с ближними боярами он уехал прочь из Москвы. Под Можайском великокнежеский поезд встретила огромная толпа. Люди хотели пожаловаться государю на самоуправство бояр и чиновников, которые уже не знали никакого удержу. Государю впервые предстояло встретиться лицом к лицу со своим народом. С трудом пересилив себя, он выбрался из воска. И сотни людей разом, как подрубленные, упали перед ним на колени. И тогда он понял, кто он такой. Поздней осенью великий князь вернулся в Москву. Дождавшись окончания рождественского поста, он велел к царям схватить князя Андрея Шульского и отволочь в темницу. Пцари, пока тащили боярина до ворот, нечаянно или намеренно задушили его. И тогда всем стало ясно. Великий князь показал зубы. Теперь толпа царедворцев ловила каждое его слово. А сам Иван предался развлечениям в компании ровесников из золотой молодежи, не зная, удержу ни в чем. Юному Афанасию Бутурлину за дерзость он приказал урезать язык. А 15-летний Михаил Трубецкой, не угодив чем-то великому князю, был немедленно казнен. Ближние бояре и воспитатель великого князя, митрополит Макарий, пытались вразумить его, но тщетно.